Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынков компании Тикмилы. Сами я, Артур Идиатулин. Задачей федеральной ретерной системы является контроль стоимости заимствования на денежном рынке, но всегда ли ей удается это делать? Вчерашний инцидент с рынком репо в очередной раз показал, что даже всесильному ФРС необходимо быть на чеку в плане контроля денежных ставок. Ликвидность на рынке, доступная для краткосрочного кредитования между банками, неожиданно уменьшилась во вторник настолько, что процентные ставки по краткосрочным овернет-кредитам подскочили до 10% годовых, что почти в четыре раза превышает текущую ставку по федеральным фондам. Федеральный резервный банк Нью-Йорка. Ему пришлось в экстренном порядке объявить о проведении операции репо впервые из 2008 года, затем отказаться от нее из технических трудностей, но буквально через несколько минут, в итоге объявить о том, что она состоится, и совершить экстренное вливание средств на 53 миллиарда долларов. После этого стоимость заимствования на рынке репо вернулась в норму. Вот здесь можно видеть характерный всплеск ставки репо, который затем был быстро погашен за счет проведения операции репо, то есть вливания ликвидности в денежный рынок Нью-Йоркским Федеральным резервным банком. Истинная причина возникновения вот этой шпильки остается предметом дебатов, однако участники рынка сходятся во мнении, что этому предшествовали два фактора резкого увеличения спроса на ликвидность, совпавших по времени. Во-первых, корпорации снимали средства со счетов на денежном рынке для оплаты квартальных налогов, а инвесторы, купившие ранние казначейские облигации на аукционе казначейства, должны были как раз-таки рассчитаться вчера за купленные бумаги. Краткобременный выход ставки из-за подконтроля также значительно облегчил сокращение избыточных резервов на балансе ФРС с началом количественного ужесточения в конце 2014 года, избыточные резервы банков, график которых представлен на ваших экранах, как раз-таки избыточные резервы, они служат целью краткосрочного межбанковского кредитования. Эти резервы сократились практически в два раза, и чем меньше избыточных резервов на счетах ФРС, и чем выше их концентрация, то есть неравномерность распределения среди банков, тем большую премию будет готов заплатить банк, нуждающийся в экстренной ликвидности. Однако у банков следует отметить, что у банков всегда есть возможность занять ее ФРС через специальное окно по более разумной ставке, чем наблюдалось вчера, но там премия может составлять примерно на целых 0,5%, то есть 50 базовых пунктов. Поэтому вчерашний эпизод, вчерашнюю шпильку стоит рассматривать как чистую случайность в нормальных условиях, то есть естественный тренд, например, на ужесточение кредитных условий никогда к такому не приведет. Это результат кратковременного стихийного спроса. Но все равно осада как бы остался. ФРС, естественно, это беспокойство по поводу того, как часто это может случаться. Оно должно наводить на мысли о каких-то конкретных мерах. Например, значительное уменьшение избыточных резервов едва соответствует заявленному подходу ФРС о контроле ставок на денежном рынке посредством системы избыточных резервов, при котором ФРС достаточно управлять ставкой по избыточным резервам, чтобы коммерческие банки держали свои резервы, держали средства на счетах ФРС. И таким образом, за счет превышения избыточных резервов на балансе ФРС, тех средств, которые есть на денежном рынке, ФРС легко удавалось контролировать процентную ставку как раз-таки на денежном рынке. Дальнейшее снижение этих резервов, естественно, может привести к учащению случаев выходов ставки на денежном рынке из-под контроля, так как возникновение такого же стихийного спроса или совпадение факторов, которые как раз-таки вносят вклад в возникновение этого стихийного спроса, им будет легче дестабилизировать денежную ставку, если избыточных резервов на счетах ФРС будет меньше. И чтобы предотвратить это, сейчас идут разговоры о том, что ФРС может вернуться к так называемому гибкому количественному смягчению. Это возможность банков занимать средства через РЕПО, и причем это будет автоматическое РЕПО, то есть которое будет зависеть от динамики процентной ставки на рынке. Естественно, оно будет доступно ограниченному количеству участников рынка, что и вызывает основную сложность с тем, как же будет распределение средств, это будет происходить, что, собственно, тормозит внедрение именно этой меры. Инцидент на рынке РЕПО позволяет взглянуть на количественное смягчение с принципиально новой стороны, это как возможное средство возвращения контроля над денежными, над рыночными ставками. Главный вопрос, который сейчас должен волновать политика ФРС, это достаточно ли было остановить количественное ужесточение, то есть продажу активов с баланса, который вызвал это уменьшение избыточных резервов. Чтобы, собственно, остановить этот тренд, не продолжится ли он после того, как количественное ужесточение закончилось, потому что это повышает риск, что повышает риск более слабого контроля, более мягкого контроля над денежной ставкой ФРС. И, естественно, так как это ухудшает контроль над денежной ставкой, сейчас нужно ФРС придумывать какие-то новые меры, чтобы это не повторялось. Для решения этой проблемы центральному банку из США вероятно придется возобновить покупки казначейских облигаций с рынка, чтобы, собственно, немного восстановить избыточные резервы банков на счетах ФРС, если, конечно же, центральный банк почитает, что вчерашний случай может повториться снова. Но есть риск, что рынок воспримет покупку казначейских облигаций, наращивание снова активов на балансе, как нечто большее, чем техническая корректировка, то есть что-то похожее на возобновление количественного смещения. Поэтому ФРС в этом плане нужно быть осторожным. И сегодня же мы ждем вопросов журналистов на заседании ФРС, в частности, по поводу того, как центральный банк собирается предотвращать подобные казусы в будущем. Будет интересно услышать ответ ПАО на этот вопрос. На сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в пятницу.